Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Третьей книге Царства. И сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Ильи сказать, «Если ты Илья, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Ефрем Сирин пишет. «Безумная женщина вознамерилась совершить это, узнав от царя, что сделал Илья с пророками Фаала. Однако она отложила свою долгожданную месть до того, как разойдутся люди, которые окружали пророка. На самом деле, несмотря на свое безумие, она боялась, что ее побьют камнями, когда узнают о ее плане убить пророка, о праведности деяния которого было хорошо известно. Ведь люди видели, как он разверз облака, произвел дождь и огонь, оказав помощь людям, смирив высокомерие друзей Ваала и окончательно победив голод». Другой древнехристианский экзегет, неканонический, Ишудат Мерский, пишет. «Кто-то спросит, почему Илья, не побоявшийся власти Ахава, испугался и убежал, когда Изавель послала ему сообщение?» Действительно, Илья, услышав эти слова, убегает. «Мы отвечаем. Его вело проведение Божие, которое действует в отношении нас двумя различными способами – либо помощью, либо исправлением. Это подтверждается многими событиями, когда Илья заключил небеса и терзал Иудеев голодом, убил пророков Вала и заставил огонь спалить пятидесяток и пятидесяток. Он не дрогнул перед царем, потому что проведение Божие помогало ему. Но как только оно немного отвернулось от него, он не смог перестоять перед угрозами и Изавели. То же случилось и с Давидом. Он был храбрым и воинственным, когда израильское войско устрашилось Голиафа, и он поразил Голиафа, ибо проведение Божие способствовало ему. Но когда он подвергся испытанию, и проведение оставило его, то даже в окружении своих военачальников он устрашился другого филистимлянина». Конец цитаты. Действительно, далее мы читаем, «Увидев это, он, то есть Илья, встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там, испугавшись за мальчика. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». «Какое малодушие, Илья, ты ли это, который затворил небо молитвой, который открыл небо молитвой, который свел огонь с неба на землю божественной?» Да, это один и тот же Илья, и тот же, который прячется под можжевеловым кустом. Человек всегда остается человеком. И мы можем быть кем-то или чем-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто без Христа. Даже Сын Божий в Гефсимании испытывал ужас по человечеству перед грядущей мукой и смертью и молил Отца, «Доминует меня чаша сия». Илья переживает человеческое борение. Он молит и просит о смерти себе. Он говорит, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, и напился, и опять заснул. Древние считали, что хлеб укрепляет человеческое тело, причем сердце, прежде всего сердце. А вода освежает даже душу. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». Он встал, поел хлеба, подкрепил сердце, напился, освежил душу. И, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей, Харива, та самая гора, где Бог собеседовал с Моисеем. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья? Почему ты здесь, Илья? Илья, ты прятался в пустыне от угроз этой женщины под можжевеловым кустом?» Как бы спрашивает Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Когда человек проваливается в собственное эгоистическое одиночество, он забывает о том, что есть люди, которым значительно хуже и тяжелее, чем ему. И смотрите, что происходит далее. И сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господнем». Это сказал Господь. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающие скалы пред Господом. Казалось бы, вот такое явление природы свидетельствует о могуществе Бога. И созерцать огонь, который сходил с неба, на жертвенник – это момент триумфа или поток дождя, и как он бежал перед колесницей Ахаба. Но голос говорит, «Но не в ветре, Господь, не в буре. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь». Огонь – это мощнейшая стихия, и в Писании даже есть текст, где сказано, что Господь есть огонь. Но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра и там Господь. Говорит голос. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое, милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Савауфе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души и ищут, чтобы отнять ее». Он говорит то же самое, он не может найти новых слов. «И сказал ему Господь, пойди обратно, своей дорогой через пустыню, в Дамаск, и когда придешь, то помашь Азаила, царя над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помашь в царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Мехолы, помашь в пророка вместо себя». «Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй, а кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей». Впрочем, Господь говорит, Илья утверждает, что он один остался, а Господь говорит, «Впрочем, я оставил между израилетянами семь тысяч мужей, всех сих колени не преклонились пред валом, и всех сих уста не лопызали его». Брат, сестра, отец, если дам начинают казаться, что мы в каком-то вакууме, это не так. Илье показалось, что он совсем один сохраняет верность. Господь говорит, «Я оставил семь тысяч мужей, которые не преклонились пред валом». И пошел он оттуда. Я думаю, в этот момент у него появилась бодрость. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, то есть пахал, двенадцать пар валов было у него, это был обычный крестьянин. И сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, плащ, и оставил Елисей валов, и побежал за Ильею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди, приходи назад, ибо что сделал я тебе?» То есть действуй, как знаешь. Он, отойдя от него, взял пару валов, заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал, и пошел за Ильею, и стал служить ему. В каком смысле Елисей стал служить ему? Он лил воду на руки Ильи. И вот за то, что он, этот крестьянин, оставил плуг от Сахи, был призван пойти за пророком, и лить воду на его руки, в еврейском народе сохраняется пословица «Элиша лил воду на руки Ильяху, и он встал, как Ильяху». Помогать пророкам, помогать священникам, помогать епископам, помогать служителям слова. Это так же важно, как служение священника, как служение пророка, как служение архиерея, ибо не бывает служения без тех рук, которые поддерживали бы воздетые руки служащего, как поддерживали некогда руки Моисея, когда он молился на битву с Амаликам, и руки уставали, и поддерживали их, и когда поддерживали, победа совершалась. Илиша будет лить воду на руки Ильяху, и он встанет, как Ильяху. Он совершит в два раза больше чудес, чем пророк Илья. Человек, призванный от Сахи. И мы посмотрим еще одно истолкование на 14 стих, где сказано, Илья сказал, «Взревновал я, Господи, Боги, Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет твой». Он остался у входа в пещеру, потому что не осмелился приблизиться к Господу, шедшему к Нему. Он закрыл свое лицо, говоря, «Тварь недостойна видеть своего Творца». И он не отступил от своей первой мысли, даже когда увидел образ благосклонности Господа в явленном Ему знаке, а кроме того, он убедился в Его удивительном милосердии, несказанной любви к человекам. Кого бы не потрясли слова Божественного Величества, спросившего с любовью, «Что ты здесь, Илья?» Но Илья не изменил своего решения и не промолчал, а снова поднялся против грешников и жаловался Господу, спросившему о причине его бегства на сынов народа его же Господа. И очень интересное объяснение Ефрема Сирина на слова «После огня веяние тихого ветра». «И большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающие скалы пред Господом, но не в ветре Господь, а после ветра землетрясение, а после землетрясения огонь, и Илья увидел, что ни в землетрясении, ни в огне не было Господа. Откровение это имело такую цель. Господь хотел наставить пророка посредством различных знамений, дабы утешить его чрезмерной ревностью и направить его соразмерно праведности к подражанию проведению Всевышнего, который свой праведный суд вершит с преизбытком благодатной его милости, с иносказательной точки зрения, значения этих устрашающих знамений в преддверии пришествия Господа, таково землетрясение и огонь, возгоревшиеся от сильного ветра, служат образом ужасных знамений, которые будут предшествовать судному дню. Но суд не без милости, поэтому Господь в тихом веянии ветра.